Это свежие кадры из дендрарии исследовательского института имени Лисовенко. Несмотря на то, что прошел целый год, работы по устранению последствий урагана все еще ведутся каждый день, когда позволяет погода. 23 июня 2018 года на Барнаул обрушился ураган. Стихийное бедствие сломало или вырвало с корнем каждое второе дерево. На полное восстановление экосистемы потребуется более 10 лет. Ущерб оценивают более чем в 10 миллионов рублей. Пейзаж у нас испортился возле озера за счет того, что не осталось теперь береза сломана, сосна сломана. Здесь весь этот задний план изменился из-за того, что как раз пострадали деревья спиленные. Вот видите, сколько веток это все нужно вывозить. Озеро в основной экскурсионный маршрут по дендрарию пока не входит. В прошлом году удалось открыть для посетителей только главную тропу. Но остаются дальние участки дендрария, которые еще в течение 2019 и возможно 2020 года придется приводить в порядок. Потому что еще большое количество деревьев находится в аварийном состоянии. Некоторые деревья сломлены, лежат. И на сегодняшний день постоянно идет распилка, удаление сломанных деревьев. Ну и в принципе еще на ближайшую перспективу эта задача будет стоять. Спасти удалось не все деревья. Вот, к примеру, лиственница опадающая. Она потеряла почти всю свою крону и больше не плодоносит. И такие надпиленные деревья можно встретить на каждом шагу. В ней с имени Лисовенко выпилкой сломанных деревьев занимается только два человека. Мы где-то процентов так на 30-40% только выпилку провели. А еще продолжается эта работа и нам, конечно, волонтерская помощь нужна, если бы кто-то приходил со своей пилой. Причем пила должна быть не по маленькому диаметру, а крупные деревья, чтобы можно было распиливать. Спиленные деревья волонтеры смогут забрать себе. Говорят, ценности они уже не несут. Также в институте Лисовенко на самовывоз предлагают дрова. Все, что осталось от пострадавших редких деревьев. Если волонтеры не подключатся к уборке дендрария, то устранять последствия урагана прошлого года будут еще несколько лет. Дорида Миллер, Александр Антропов. День с толком.